Здравствуйте! Вы смотрите Рынки в студии Константин Бочкарев. В этом выпуске обсудим ситуацию на рынке акций Китая в контексте сегодняшних данных по торговому балансу КНР, а также поговорим о том, как американские законодатели опять хотят наказать на этот раз уже китайских производителей чипов. И в первой части программы давайте поговорим о российском рубле, потому что доллар вот все ближе к отметке 100. Сейчас 98 рублей 22 копейки, рубль отвоевывает 0,1%. Но вот в чем причина вот этого нового витка ослабления российской валюты? Об этом прямо сейчас. Итак, накануне доллар прибавил 0,5%. Примерно такая же динамика была в паре евро-рубль. И евро сейчас стоит 105 рублей 33 копейки. Повышенное внимание рублю стороны финансовых властей и на прошлой, на этой неделе. И данную тему давайте обсудим со старшим экономистом Министинственного банка Синара. С нами Сергей Конегин. Сергей, я вас приветствую. Доброе утро. Давайте разбираться в причинах вот этого, в принципе, умеренного ослабления рубля. Но вот, тем не менее, на этой неделе мы видим, на прошлой возобновилось ослабление российской валюты. С чем, на ваш взгляд, оно может быть связано? Какой фактор сейчас ключевой? Или это просто волатильность? На мой взгляд, у нас начало месяца, сезонный спад экспорта. Летом он не такой большой, как, например, зимой. С другой стороны, у нас были комментарии со стороны денежных властей относительно динамики импорта. И вновь говорят о том, что импорт преобладает над экспортом. Но здесь сложно поспорить с этим. Такое ощущение, что существует некоторый государственный импорт критически важных, скажем, запчастей, машин, оборудования, которые происходят при любом валютном курсе. Я бы говорю, что частный импорт, конечно, сейчас, наверное, падает. Потому что при таком курсе нецелесообразно, экономически невыгодно совершать импортные операции. Но вот государственный импорт, который является функцией тоже от госрасходов, на мой взгляд, является ключевым в динамике курса рубля. С другой стороны, вчера были новости относительно действий Центрального банка на валютном рынке. И он анонсировал увеличение объемов продаж валюты в связи с погашением еврооблигаций. И это тоже является ключевым фактором. Потому что погашение еврооблигаций с прошлого года – это важный индикатор волатильности на валютном рынке. Многие банки, держатели валютных еврооблигаций, при поступлении, погашении в одной валюте, должны закрыть свою открытую валютную позицию, покупая валюту. Это не новое какое-то явление на российском рынке. Мы об этом говорим уже в течение полутора лет. Но сейчас на это обратил Центральный банк, потому что объем погашения довольно большой. Это 3 миллиарда долларов. И на трейдинге есть точка зрения, что текущее ослабление рубля – это связано с подготовкой участников рынка к получению вот этого. Сергей, давайте резюмируем. Да, то есть импорт-экспорт плюс то, что вы отметили 16 сентября, гасится еврооблигация «Россия-23», по-моему, на 3 миллиарда долларов США. Платежи идут в рублях, но, соответственно, у банков, у держателей этих облигаций есть долларовые пассивы. И вот получая эти рубли, они их конвертируют. Хорошо. А другие факторы есть еще? Может быть, отсутствие прогресса по зерновой сделке? Были ли у кого-то ожидания, что там рано или поздно отдельные банки получат доступ обратно к SWIFT? Что-то еще, может быть, давило на рубли? Да, я могу добавить, что с последней недели у нас не появилось никаких ограничений на валютные потоки со стороны регулятора. Были словесные интервенции, что при текущих условиях возможно ограничение и кредитование, и выплат дивидендов. Но, по всей видимости, пока эти ограничения так и не были введены. И участники рынка, видя, что нет каких-то строгих мер, они просто делают ставку на ослабление рубля. Я напомню, даже в прошлую пятницу председатель Центрального банка отметил, что некоторые экспортеры зарабатывают на валютном рынке. То есть, как трейдеры покупают валюту, когда рубль крепкий, продают ее, когда рубль слабый. И таким образом их нетто-продажи, они не такие высокие. По оценкам Центрального банка всего 7 миллиардов долларов нетто продают экспортеры в месяц. Хотя, по нашим оценкам, нефтегазовый экспорт 15 миллиардов долларов, а совокупный экспорт это 30 миллиардов долларов. То есть, относительно общего объема это не так много. Сергей, а вот я слушаю, и в принципе, ничего нового мы не узнали. Ничего такого сенсационного, ужасного на валютном рынке не произошло. Да, там за 2 рубля доллар с 93 до 98 подорожал. А почему тогда такое повышенное внимание к курсу доллар-рубль страны финансовых властей? На прошлой неделе обсуждались вот эти меры по контролю за током капитала, условно. На этой неделе поддержка рублю пришла, собственно, 100 рублей, 105. Какая разница по большому счету? Напомню, что у нас заседание Центрального банка уже на следующей неделе. И, как правило, к заседанию Центральный банк дает публичный комментарий. Он делает сигналы, которые рынок должен оценить. Режим тишины, как правило, нет? Что? Что? Режим тишины еще не наступил? Нет, он как раз вот будет. То есть он сейчас, но он на следующей неделе будет, во-первых. То есть у нас сейчас, во-первых, есть публикация Центрального банка. Вчера вышла публикация относительно траектории ставки, что говорят аналитики Центрального банка, что она будет высокой. Ключевая ставка довольно длительное время. Плюс со стороны регулятора также комментарии относительно валютного рынка. Потому что валютный рынок рано или поздно он переносится в цены. А цены – это фактор риска для Центрального банка. Поэтому здесь все ждут, может быть, плана B, когда курс будет 100+, включение какого-то серьезного режима ограничения на валютные капитальные счета. Но пока этого нет. То есть Центральный банк делает опять какие-то вербальные интервенции, подготавливает участников рынка, чтобы они, грубо говоря, не расслаблялись. Не стоит забывать, что на совещаниях у правительства обсуждался и план B – более жесткие ограничения на валютные потоки в случае, если словесные договоренности с экспортерами не дадут эффекта. Поэтому это все важно. Помнить, что не стоит забывать и о плане B, который возможен. И тогда, если это случится, я думаю, мы увидим там серьезное укрепление курса. Но пока этого не произошло. Я также отмечу, что сам председатель Центрального банка отметила, что контроль над валютным курсом, связанный с полным контролем операций на валютном рынке со стороны экспортеров, принесет больше минусов. Все-таки Центральный банк у нас таргетирует инфляцию, а не валютный курс. И председатель ЦБ нередко об этом говорит, что если мы переключаемся на валютный контроль, значит, мы отказываемся от нашего регламента. Что является, по их мнению, ошибкой. Но есть другая точка зрения у Минфина, который говорит, что волатильность курса это мешает. Ему прогнозируют нефтегазовые доходы, потому что они это делают в рамках бюджетного правила. Да, извините, что я прививаю. Есть такой еще вопрос. А вот те сигналы, которые нам в последние дни посылал Центральный банк по поводу возможного повышения ставки в рамках достижения 15 сентября. На что направлена данная мера? На сдерживание инфляции, на стабилизацию рубля. Что вот первопричина? На мой взгляд, основной фактор, который стоит за этими словами, это изменение наклона кривой, потому что участники рынка не до конца понимали, прочитав сам пресс-релиз, что будет делать дальше Центральный банк. Председатель ЦБ отметил, что сигнал нейтральный, ставка может оставаться неизменной, как и повышаться, снижение маловероятно. Но некоторые участники рынка не понимали все-таки, что будет делать дальше Центральный банк. И впоследствии, вот на несколько дней назад Центральный банк уточнил, что, скорее всего, ставка будет оставаться высокой долгое время. Рынок ОФЗ моментально отреагировал. За несколько дней у нас изменился капитальным убортом. Цель. Повышение ставки, чтобы доходности ОФЗ были выше, или инверсия кривой доходности появилась. А эта мера на что направлена? Мы сейчас с инфляцией боремся с помощью ставки? Или рубль стабилизируем? Я думаю, что и ни то, и ни другое. Потому что инфляция не ускоряется, мы не видим больших скачков цен. В августе инфляция чуть выше нормы, но более детально получим инфляцию в пятницу вечером. С рублем ставкой сложно бороться. Она должна быть, по моему мнению, как минимум 15 до 20%, чтобы остановить кредитование импортеров. Но я бы хотел отметить, что для Центрального банка сейчас важны именно финансовые рынки. Наклон кривой, вы правильно отметили, инвертированная кривая, которая, скорее всего, произойдет в ближайшее время, это фактор спроса на дальний участок, чего сейчас отсутствует. Короткий участок уже сильно повысился, кривая стала пологой. Рано или поздно Центральный банк изменит риторику, и участник рынка ничего не останется, как покупать дальний участок. А программа Медфина сейчас... Да, хорошо. Но все равно вопрос для меня, что для нас первопричина? Не знаю, инфляция, слабый рубль. Давайте поговорим по поводу коммуникации, сигналов. Потому что инвестиционный банк Синара буквально 15 августа, когда было повышение ставки на 200 байсных пунктов, прошу прощения, даже больше, какие 200, 350. И после этого, собственно, многие участники российского инвестсообщества заявили о том, что мы видим потолок по ставкам. И даже инвестбанк Синара написал о том, что решение повысить ставку выше ожиданий рынка означает, что цикл повышения быстро завершится. Банк расти и не стал указывать на дальнейший рост ставки, а значит, она может быть снижена в сентябре. Это позитивный сигнал для длинных ОФЗ, что цикл повышения ставки близится к завершению. Сергей, вот был, по-моему, от вас такой комментарий в середине августа. Почему вот многие макроэкономисты сложно улавливать сигнал ЦБ? И что вы в итоге, вот с учетом всех вот этих заявлений от регулятора, что вы в итоге ждете 15 сентября? Да, я поясню. Заседание, которое было в середине августа, не содержало подробное описание действий регулятора. Это был короткий пресс-релиз без точной динамики траектории ставки. Сигнал был нейтральным, то есть сказано рассматривать дальнейшие решения по ставке. Я расценил это как похожий сценарий весны 22-го года, либо 15-го года, когда было резкое повышение ставки, чтобы сбить настроение рынка и потом ее снизить. На мой взгляд, такая ставка не требовалась с учетом инфляции, которая с начала года всего 3,6%. Это не те уровни, при которых ставка должна быть двузначной. Однако, уже вот на протяжении последних двух недель появилось уточнение от Центрального банка, где он сказал, что такие макроэкономисты, как я, должны по-другому думать на будущее, и участники рынка тоже должны поменять свое мнение. 15 сентября я по-прежнему считаю, что ставка будет оставаться неизменной. Я уже сейчас не делаю ставку на снижение, поскольку, ну, сам регулятор сказал, оно маловероятно. Но сохранение ставки, на мой взгляд, наиболее приемлемой сценарий сейчас. Вот это очень интересно, потому что большая амплитуда прогнозов. Совкомбанк допускает, что на 200 басных пунктов в сентябре могут повысить ставку. Вы допускаете, что ее сохранят, поэтому интрига сохраняется. По доллару-рубль, давайте резюмируем, что мы имеем. Если вот этот план Б, значительные меры поддержки для рубля будут, мы увидим что-то ближе к 90 рублей за доллар. И верхняя граница, что у нас остается, 100-105? Да, скорее всего, Константин, я с вами соглашусь. Действительно, увеличение экспорта, роста налогов, который произойдет в четвертом квартале, снижением дисконта, а также ведение контроля над какими рода операциями, ну, скажем, спекулятивной сделки, короткие продажи. Здесь можно продолжать этот список. Все постепенно будет помогать рублю. Что с точки зрения ослабления, да, но, возможно, рубль остается волатильным. 105, я думаю, тот предел, при котором включится вот этот план Б. Но я делаю ставку на его укрепление 90 до конца года. Спасибо. Спасибо. С нами был Сергей Коныгин, старший экономист инстинкционного банка Синара. А теперь давайте поговорим про Китай и китайский рынок акций, который в третий день подряд находится под давлением. Процент с четвертью теряет сегодня индекс материкового Китая, CSI 300 и Хэнг Сэнг. Я вам представляю Дмитрия Новичкова, старшего аналитика Invest Heroes. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Что происходит с макроэкономической статистикой в Китае? Потому что на прошлой неделе говорили о том, что вроде бы данные начинают выходить чуть лучше ожиданий. Какая-то стабилизация есть, если не в китайской экономике, то с точки зрения статистики. Сегодняшние данные по торговому балансу КНР за август что-то прояснили? На самом деле ничего они особо не прояснили. Если взять сезонную поправку, то год к году они не изменились. То есть понижательная динамика замедлилась. Но мы здесь рассуждаем не с точки зрения того, как данные выходят один в один, то есть конкретно эти данные, а с точки зрения ожидания аналитика в целом по году, по ОВП Китае. И как раз эти данные были ожидаемы. То есть было ожидаемо, что ситуация в Китае улучшится, иначе они бы просто не смогли выполнить свой прогноз по росту ОВП на 5% в год к году. Поэтому для широкого рынка, для крупных инвестбанков здесь никакого позитива не было. То есть это нейтральные данные, которые они и ждали. Дмитрий, а вот если говорить про стимулы, или даже кто-то такой термин говорит «базука стимулов», многие приходят к выводу, что Китай не запустит меры поддержки, аналогичные тем, что были в 2008-2009 годах и даже в 2020 году. Не означает ли это, что рынок акций Китая, особенно Гонконг, лег в дрейф, вот это будет боковой тренд, и еще квартал никакой жизни там не будет? Ну, скорее всего, так и будет, здесь я соглашусь, потому что сам Си Цзиньпинь сказал, что национальная безопасность у него сейчас на первом месте, а экономика на втором месте. Поэтому, так скажем, широкий рынок акций, да, скорее всего, пробудет в некотором боковике. Поэтому нужно искать именно локальные истории с какими-то триггерами для роста. То есть не ставка на всю экономику Китая, а ставка на конкретный бизнес. Ну, вот с конкретными историями сегодня непросто, потому что накануне республиканцы, законодатели за океаном, опять выступали за новые ограничения против Huawei, против СМИК, потому что их новый чип, якобы, они нарушают те ограничения, которые против этих компаний вводились. И акции СМИК, по-моему, на 5% сегодня падают. Ну и плюс, в Остриджону была публикация о том, что могут ограничить использование iPhone для китайских чиновников в госучреждениях. На фоне этого поставщики Apple под давлением, да и сами акции Apple, по-моему, 3,5% потеряли. Худшая бумага в Dow Jones. Насколько эти трения критичны для производителей полупроводников? По-моему, этот сектор был лидером роста в текущем году. Означает ли это, что у нас здесь дальнейшая фиксация ждет в китайских компаниях? Ну, здесь я бы посвятил одну важную информацию, потому что рынок, в принципе, инвесторов, память у него короткая. Еще год назад выходили новости о том, что СМИК умеет делать 7-минометровые чипы. Он делал это для производителя майнингового оборудования. И тогда никто совсем не заметил эту новость, хотя гендиректор СМИК, он работал и в TCMC, и в Samsung, которые умели делать 7-минометровые чипы. И даже сам TCMC, их главный юрист, отметил, что они могли ничего не красить, никакую технологию, чтобы эти чипы сделать, потому что они их делают на старом оборудовании, на так называемых дуах. А на EUV делает TCMC, это то оборудование, которое ASML поставляет. Поэтому я думаю, что там ничего не найдут. Huawei, я думаю, тоже максимально все равно на все уже эти санкции. Он под достаточно большими санкциями уже много лет и прекрасно работает, прекрасно функционирует. Также были новости о том, что в Китае чуть ли не в очереди за этим смартфоном, что он уже лучше, чем Apple смартфон сделал. Поэтому здесь, я бы сказал, это просто какое-то локальное падение, и какого-то большого триггера для сворачивания сектора полупроводников в Китае не будет. Тем более, что государство сделало фонд поддержку отрасли на 40 миллиардов долларов. Я думаю, что технологии там будут только развиваться, поэтому не стоит верить новостям о том, что полупроводников, отрасль Китая мертва, и они ничего не умеют делать. Они как раз все прекрасно умеют делать уже самостоятельно. Есть секторы посложнее. Сегодня опять волатильность в акциях китайских девелоперов. Country Garden после сильного отскока на этой неделе бумага сегодня чуть ли не 6%, 4 реала Long4Group минус почти 2%. Country Garden при этом, насколько я понимаю, на этой неделе расплатился в долларах, выплатил купон по двум облигациям, вышел из технического дефолта. Плюс, если брать оншорный долг в юанях, то здесь удалось о реструктуризации по ряду выпусков договориться. То есть, не знаю, насколько ситуация идет на поправку. Девелоперы, Дмитрий, стоит их вообще трогать, если брать китайские компании? Ну, если кому-то хочется нервы пощекотать себе, то, конечно, их можно взять, потому что ситуация один в один повторяется, как была и два года назад в Свергранде. То есть, они тоже договаривались о реструктуризации, но никаких серьезных изменений не будет наблюдаться, пока не произойдет разворот в продажах недвижимости в Китае, потому что они не могут выплатить деньги из-за именно слабых продаж самой недвижимости. То есть, каких-то других проблем-то и нет. И пока не решится вопрос продажи, пока не вернут все-таки какой-то интерес людей к покупке недвижимости, именно доверия. Все-таки, когда ситуация с Свергранды произошла, люди на митинги выходили, то есть, не какая-то была локальная история, а китайцы, как нация, очень много своих сбережений инвестировали именно в недвижимость. То есть, больше, чем в всех остальных странах мира. Поэтому текущая, скажем, ситуация, это какое-то локальное облегчение, эта новость взбодрила некоторых игроков. Они выросли от одна, ну, стоят до сих пор копейки, но это не фундаментальный разворот отрасли точно. Дмитрий, ну, здесь можно вот дополнить тем, что мы буквально минуту назад обсуждали, что нет масштабных стимулов, поэтому, наверное, рынок жилья Китая, он тоже будет в какой-то степени стагнировать. У нас минут остается даже меньше, а вот на этом, таком не то, что бесперспективном рынке, но боковом рынке акций Гонконга, какие имена в итоге интересны? Ну, мне до сих пор и всегда остаются интересны Alibaba, Tencent и GD, как раз как бумаги, у которых, да, потому что у них есть триггеры для роста, все-таки GD на темпе роста и коммерсов 5% в год показывает 100% на рост EBD, плюс они анонсировали дополнительно план развития компании с выходом некоторых активов публичной плоскостью, у Alibaba намечается листинг Alibaba Cloud и потенциально Alipay, ну и Tencent как восстановление игрового рынка, игрового сегмента, который вот намечается, плюс дополнительно Tencent в том числе в искусственном интеллекте участвует, я думаю, что может еще удивить в будущем потенциальными сделками на зарубежных рынках по слияниям, по поглощениям, пока Китай ему не дает внутри кого-то поглощать. Спасибо. Непростой, но интересный год на рынке акций Гонконга. С нами был Дмитрий Новичков, старший аналитик, инвест-херос. Продолжение следует...